Геннадий Головкин в США провел переговоры с промоутером Эдди Хирном. Хиллай Брук прошел взвешивание перед боем за статус претендента на титул WBA. Ломаченко прошел взвешивание перед объединительным боем с Хосе Педрасой. Макс Халлоуэй и Брайан Артига провели дуэль взглядов. Озвучены гонорары Ломаченко и Педрасы за объединительный бой. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Геннадий Головкин в США провел переговоры с промоутером Эдди Хирном и представителем стримингового сервиса Дазн Джоном Скипером. Встреча длилась порядка четырех часов. В итоге Triple G получил наилучшее предложение на контракт со стриминговым сервисом и промоутером. Об этом написал боксерский обозреватель Дэн Рафаэль. По его словам переговоры состоялись накануне в Лос-Анджелесе. Он отметил, что Скипер специально прилетел на несколько часов в США из Токио, чтобы поговорить с Triple G. Страны обсудили совместное сотрудничество. И показ боев Головкина на Дазн, с которым недавно подписал контракт Сауль Альварес на 365 миллионов долларов. Отметим, что недавно промоутер Эдди Хирн подписал контракт на 1 миллиард долларов с Дазн, согласно которому он должен за год провести 32 вечера бокса. Кэл Брук прошел взвешивание перед боем за статус претендента на титул WBA. Кэл Брук прошел процедуру официального предматчевого взвешивания предстоящего вечера бокса против Майкла Зерафа на арене Шеффелд и Рина в Великобритании. Кэл Брук показал на весах цифру 68,3 килограмма, а его оппонент Майкл Зерафа 69 килограммов. В мае Брук за два раунда расправился с белорусом Сергеем Рабченко, взяв серебряный пояс WBC в первом среднем весе. Ломаченко прошел взвешивание перед объединительным боем с Хосе Педрасой. Украинский боксер Василий Ломаченко и пуэрториканец Хосе Педраса прошли обязательную процедуру взвешивания перед титульным боем в легком весе. Ломаченко показал на весах 60,96 килограмма, Педраса оказался чуть легче 60,87 килограмма. Лимит в легкой весовой категории составляет 135 фунтов. Таким образом, оба боксера успешно сделали нужный вес. Макс Халлоуэй и Брэйн Артига провели дуэль взглядов. 8 декабря в Торонто-Канаде состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 231. Главным его событием станет титульный поединок в полулегком весе, в котором встретятся чемпион организации Макс Халлоуэй и Брэйн Артига. В преддверии этого противостояния бойцы провели традиционную дуэль взглядов. Соглавный бой вечера также станет титульным, в нем встретятся Валентина Шевченко и Анна Янджейчик. Накануне спортсменки прошли процедуру взвешивания, вес Шевченко составил 55,7 килограмма, а Янджейчик – 55,8 килограмма. После взвешивания девушки провели дуэль взглядов. Озвучены гонорары Ломаченко и Педраса за объединительный бой. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк озвучила официальные гонорары участников предстоящего вечера бокса, который состоится утром 9 декабря на малой арене спорткомплекса Мэдисон-Сквер-Гарден, Нью-Йорк, США. В главном событии в объединительном поединке встретятся чемпионы легкого веса, обладатель титула WBA супер-украинец Василий Ломаченко и чемпион WBA у Пуэрториканец Хосе Педраса. Официальные гонорары чемпионов. Ломаченко – 1 миллион долларов США. Педраса – 350 тысяч долларов США. Но по данным ESPN боксеры заработают больше Ломаченко – около 2 миллионов долларов США. Педраса – около 1 миллиона долларов США. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вы нужны все Twenty- attract. $ количество